Кроме снега на дорогах, у автомобилистов и другая головная боль. Схему движения на кольцах изменили. Приоритет теперь у тех, кто уже движется по кругу. Часть таких перекрестков и вовсе формально кольцами быть перестала. Однако изменения в правилах не так-то просто перенести с бумаги на дорогу. Водители, как опасаются автоинспекторы, первое время могут путаться и по привычке пропускать въезжающих на перекресток. Еще одно новшество – это на пересечении двух дорог должна появиться необычная вафельная разметка. Приведут ли все эти изменения к большему порядку на дорогах и станет ли меньше заторов – поговорим далее. Как изменилось движение на круговых перекрестках? Да, действительно. В городе Новосибирске происходит изменение на перекрестках, на которых организовано круговое движение в связи с внесением, постановлением правительства, изменением правил дорожного движения. Таких перекрестков в городе Новосибирске – 22. Я так понимаю, что некоторые круговые перекрестки таковыми теперь не являются? Круг будет являться в том случае, если перекрестки, на которых организовано круговое движение, обозначены знаком 4.3 – это знак кругового движения. Если такого знака нет перед въездом на перекресток, значит, нужно руководствоваться знаками приоритета при въезде на перекресток с круговым движением. У нас на 13 таких перекрестках будет организовано движение при помощи знаков приоритета и на 9 пересечениях будет организовано движение по принципу «Кольцо главное». К примеру, у нас есть площадь Трубникова, где будет «Кольцо главное», пересечение Доватора Бориса Богаткова, где «Кольцо будет главное», площадь Лунинцев, будет «Кольцо главное». На других перекрестках, таких, например, как площадь Сибиряков-Гвардейцев, площадь Кирова, площадь Труда, площадь Калинина, где двигается активно пассажирский транспорт, там будут применены знаки приоритета и в некоторых случаях будут установлены знаки, информирующие водителя об изменении направления главной дороги. На сегодняшний день знаки установлены, это не окончательно принятое решение, каждое «Кольцо» будет изучаться дополнительно, возможно, будут внесены какие-то изменения как в сторону организации кругового движения, так и в сторону организации дорожного движения при помощи знаков приоритета. Как теперь нужно ехать по «Кольцу» после изменения правил? Ну, если взять, к примеру, допустим, площадь Труда, которая всем известна, светофор не является регулирующим перекресток. Светофор предназначен для пропуска пешеходов через улицу Станиславского, Широкую и улицу Ватутина. Это светофор не делает это пересечение регулируемым. В любом случае это пересечение остается нерегулируемым. Если установлены знаки приоритета, вы каждое отдельное пересечение проезжаете как отдельно взятый перекресток. Если разрезать кольцо ножницами и круг превратить в ленту, то получится там три или четыре Т-образных перекрестка, которые вы проезжаете по знакам приоритета. Какая ситуация в городе с разметкой? Ведь кое-где ее очень плохо видно. В городе Новосибирске применяются три технологии или три вида материалов, которые используются для нанесения дорожной разметки. Краска, которая всем известна, гарантийный срок службы – три месяца. Второй материал – это так называемый холодный пластик на пешеходных переходах. Третий – это нанесение термопластика, то есть раскаленный пластик наносится на асфальт. Средства были выделены только в рамках безопасной и качественной дороги, именно на термический пластик. К примеру, улица Немировича-Данченко, Красный проспект, Никитина, Станционная. Холодным пластиком мы наносили в центральной части города и у школ именно пешеходные переходы. Это одна из важнейших разметок, если можно так выразиться, которая оберегает пешеходов от наезда транспортного средства. И в других местах мы наносили разметку краской, наносили ее дважды на территории города Новосибирска. И возле 13 учебных заведений мы наносили разноцветную разметку. Это знаки ограничения скорости, на проезжей части дети, бело-желтый пешеходный переход. Окончание зимнего сезона нам покажет, какая разметка все-таки более долговечная и более износостойкая. Посмотрим, как она зарекомендовала себя и примем решение о дальнейшем ее использовании. Уже в следующем году, кроме привычной разметки, появится еще и по новым правилам так называемая вафельная. Это обозначение границ перекрестка. Если на нее смотреть сверху, она напоминает вафель. То есть на этой разметке останавливаться нельзя. У нас нередко, когда водитель заедет на перекресток, ему ехать некуда вперед, перпендикулярную улицу он запирает движение на этой улице. Также планируется ввести в апреле 2018 года аналогичный дорожный знак, который будет информировать водителя о приближении к такому перекрестку, на котором нанесена такая же разметка. Сейчас у нас применяется табличка фото-видеофиксации, где нарисован фотоаппарат совместно с разметкой на проезжей части тоже фотоаппарата. Новые изменения позволяют использовать разметку без соответствующей таблички, то есть только на проезжей части. Спасибо за полезную информацию.